Сегодня опять говорим про цену биткоина. И да, биткоин прямо сейчас в невероятной опасности. Или нет? Что ж, ребята, давайте расскажу вам, что я ожидаю от биткоина прямо сейчас, в ближайшем будущем. Перейдем сейчас прямо на графике, и я расскажу вам точно, какую поддержку мы ретестим прямо сейчас. Но также, что мы можем ожидать сейчас, в ближайшем времени? Пробьется ли биткоин вниз и достигнет наших целей внизу? Или это только начало массивного параболического забега, на котором мы побьем предыдущий ценовой рекорд и дойдем до цен выше? Именно об этом я и хочу поговорить сегодня. И все, что я прошу у вас, ребята, поставьте лайк под этим видео. Потому что сегодня мы также поговорим про месячные свитчи, на которых появился один сигнал, который не появлялся уже годами. Также поговорим про одну характеристику, которую мы не видели на биткоине до этого. Я расскажу вам, что мы можем ожидать, учитывая эту метрику. Возможно, вы помните, как я прогнозировал прорыв с 9 тысяч долларов до 60 тысяч долларов. И что, если я скажу вам, что кажется, что эта история сейчас повторяется? Досмотрите это видео до самого конца. И также, я поговорю сегодня про свой 10-миллионный трейд. Также расскажу про обновления на кодной MV. Также расскажу вам про цены, не только которые я ожидаю на ближайшее время, но также и в следующие недели и месяцы. Ставьте лайки, ребята, и пошумите с алгоритмом. А сейчас давайте переходить прямо к контенту. Не хочу больше тратить ваше время. Окей, начнем мы с четырехчасовых свитчей. Затем посмотрим на них с другой стороны. Поговорим про дневные свитчи. Но что более важно, поговорим про месячные свитчи на биткоине. Грядит кое-что крупное, и я расскажу вам, что я ожидаю от этого. Но для начала давайте поговорим про четырехчасовые свитчи. Как видите, у нас тут разворачивался W-паттерн. Мы пробились из него и достигли цели. Сейчас мы упали и ретестим предыдущее сопротивление, которое сейчас переходит в поддержку. Так, давайте переключимся сейчас на линейный график. И вы увидите, как мы сейчас боремся с поддержкой. Биткоин пытается удержать этот уровень. И вот что я хочу сказать вам. Даже если мы пробьемся вниз, я не ожидаю слишком уж сумасшедших откатов. На данный момент моя цель из этого прорыва на самый худший случай. Первое. На четырехчасовых свитчах это видно. Это уровень в 61-60 тысяч 600 долларов. Здесь я ожидаю очень большую поддержку. Но что более важно, здесь на дневном графике. У нас все еще есть эта восходящая поддержка. И уровень примерно в 63 тысячи долларов. Движение вниз сейчас очень лимитировано. При этом наверх мы можем уйти очень высоко. Так что давайте именно об этом и поговорим. О том, до каких целей мы можем дойти наверху на биткоине. И знаете, лучше приседьте, ребята, потому что это кое-что сумасшедшее. На чем больше мы промежуток времени смотрим, тем более он становится релевантным. Но также он становится более точным. Вероятность того, что эти прогнозы сбудутся, становится выше. Чем больше временной промежуток, тем более точны прогнозы. И я сейчас хочу перейти на месячный график. По сути, самый большой график, который можно. Можно, конечно, использовать и дневные свечи, но я этим пользоваться не буду. В любом случае, давайте перед этим поговорим про мои трейды. Это мой трейд на Bybit, на котором 71 тысяча долларов прибыли. И ранее эта прибыль была больше. Давайте перейдем на FIMEX, и вы увидите. Так, немного вниз. Тут у меня трейд на 7,4 миллиона долларов. И сейчас на нем 1,6 миллиона долларов прибыли. И вопрос сейчас такой, почему я до сих пор в этих трейдах? Почему я до сих пор их не закрываю? При этом на трейде на Bybit у меня фондин рейд всего 0,01%. Что означает, что разница между лонгами и шортами почти что сравнялась сейчас. При этом, учитывая, что мы сейчас почти что на ценовом рекорде, такого обычно не случается. Это показывает, что либо крупные игроки сейчас шортят на рынке, или то, что огромное количество лонгов от розницы уже выкинуто с рынка, и мы сейчас готовы пойти наверх. Окей, давайте посмотрим на еще несколько индикаторов. Давайте посмотрим на месячные свитчи. И да, ребята, если вы хотите, чтобы я чаще рассматривал большие временные промежутки, и рассказывал вам мое мнение о том, что произойдет в следующие недели и месяцы, ставьте лайки, ребята. Это даст мне нужный фидбэк. Итак, как вы видите, это месячные свитчи на биткоине. И наше 11-летнее сопротивление. Но что более важно, это линия внизу. Это у нас RSI. Когда он находится наверху, выше уровня 90-95, тогда мы находимся в перекупленности. Когда же он находится ниже 60-ти, биткоин в серьезной перепроданности. И вопрос сейчас такой, как обычно биткоин себя ведет. Что ж, у нас нет данных в 2011-м, но у нас есть данные за 2013-й год, когда мы достигли ценового рекорда, и RSI был на 97-е. Также у нас есть дата на конец 2013-го, когда биткоин был на еще одном ценовом рекорде, и RSI также был на 97-е. Затем еще один рекорд в 2017-м. У нас на RSI было 96,7. Также на ценовом рекорде. Давайте перейдем на следующий ценовой рекорд, на 65 тысяч долларов. Биткоин также пробился через уровень в 90 на RSI. И сейчас у нас еще один ценовой рекорд. Но впервые в истории биткоина у нас просто смешной RSI в 73. И что же это означает? Что ж, вы можете сказать, что мы уже достигали перекупленности на RSI. То означает, что мы зашли на медвежий рынок. Но нет, мы снова достигли ценового рекорда. И у биткоина еще есть куда расти. На месячном RSI. И это даже пугает. Мне буквально сейчас страшно за всех биткоин-медведей. По крайней мере, учитывая недельный и месячный таймфрейм. Да, я очень осторожен на 4-часовом. И я считаю, что мы еще можем уйти ниже. И даже на дневном графике мы потенциально можем уйти ниже. Но на недельном и месячном графике биткоин нереально бычий. А учитывая то, что у меня трейды открыты на долгосрочную перспективу, я не закрываю их. Потому что на временном промежутке, на который я рассчитывал, мы на бычьей стороне. На 4-часовом графике я определенно не открывал бы трейд. Но это у меня долгосрочные трейды. И перед тем, как перейти к моим целям и моим прогнозам для биткоина, давайте-ка перейду сюда. Потому что если вы хотите торговать сейчас, вы можете получить почти что 10 тысяч долларов бонусом. Можете просто кликнуть по ссылкам и сделать аккаунты. И после депозита вы сможете получить бонусы бесплатно. Просто кликайте по ссылкам на Bybit, Femex и Binance. Делайте аккаунт, и после депозита вы сможете получить ваши бонусы. Но что более важно, в самом верху описания вы найдете совершенно новую группу в Телеграме. Мы наконец рассказали название нашего проекта. У нас тут самая быстрорастущая комьюнити в мире. Давайте даже покажу вам, ребята. Вот, посмотрите, это новая группа. Это у нас новая группа, поскольку предыдущую удалил Телеграм. Просто посмотрите на это, ребята. У нас тут огромный хайп. И если вы присоединитесь к нам по этой ссылке, если вы будете проявлять активность в этой группе, и особенно если вы один из первых, кто присоединился, вы сможете получить бесплатные токены. Вы ведь с ними даже не сможете уйти вниз, они бесплатные. Так что спускайтесь вниз, ребята, и присоединяйтесь к нашей группе, для того, чтобы получить бесплатное место в IDO. Итак, на часовом графике у нас опасность. На четырехчасовом тоже. На дневном графике мы можем совсем немного уйти вниз, до 63 тысяч долларов. И это мой самый ужасный прогноз на дневном графике, учитывая эту восходящую поддержку, которую мы тестировали уже очень много раз. Так что это самый низ для биткоина прямо сейчас. На месячном же графике биткоин у нас невероятно бычий. И также давайте по-быстрому расскажу вам про Vlaunch.com. Это у нас временный веб-сайт, на котором будут выходить все обновления. Тут у нас ссылка на твиттер. И также ссылка на чат в телеграме. И все это NaviLaunch.com. Даже в инстаграме страница есть. Что ж, спасибо вам за просмотр, ребята. Не опускайте руки, ребята. Моя цель на биткоине сейчас на месячном таймфрейме. Это закрытие 72 тысяч. Даже не на месячном, на недельном графике нам хватит этого. 72-73 тысячи. Когда закроемся выше этого, я буду готов поспорить с людьми на то, что мы достигнем целей гораздо выше. Уйдем выше сотни тысяч. И потенциально даже выше 200 тысяч долларов. Пока этого не происходит, я ожидаю ухождения по сторонам. И вел бы себя очень осторожно с трейдами. Пишите, что вы об этом думаете. Спуститесь вниз и поставьте лайки, как никогда не ставили до этого. Делитесь видео с друзьями, и мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, ребята, пока-пока.